Фарисей Фарисей Выражение «фарисейская набожность» сегодня стало крылатым. Крылатым во многом благодаря известной евангельской притче о мытаре и фарисее. Данная притча содержит в себе несколько важных моментов, которые получили у святых отцов свое освящение. По слову Ефимия Зигабена, Христос очень уместно представил одного фарисеем, а другого мытарем. Ведь именно первые казались окружающим праведными, а вторые – грешными. Как праведник молился поначалу фарисей Богу. Не случайно блаженный феофилакт Болгарский, преподобный Петр Дамаскин, святители Иоанн Златоуст и Григорий Двоеслов отмечают, что фарисей начал свою молитву правильно, то есть с благодарения Господа, как Творца Всего Сущего. Но вместе с тем отмечают и его падение в бахвальство и гордость. По словам Григория Паламы, фарисей взошел весьма надмиваясь и кичась. Хвостливым ревнителем праведности, пожавшим раньше времени плоды добродетели, называет фарисея святитель Иоанн Златоуст. В свою очередь, крайним смирением помыслов, чувств и сокрушением сердца именуют святые отцы молитву мытаря. Так, по мнению Ефимия Зигабена, ударяя себя в грудь, мытарь исповедовал грехи и, словно бы показывая врачу свою болезнь, умолял оказать ему милосердие. Истолковывая последний стих притчи, «возвышающий сам себя унижен будет, а уничижающий себя возвысится» – Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Святые отцы на примере мытаря превозносили смирение. Именно так научали понимать суть приточного повествования преподобные Ефрем Сирин и святитель Иоанн Златоуст, согласно которым тот, кто признавался в грехах своих, угодил Богу более того, который признавался в своей праведности. В соответствии с толковой Библией Александра Павловича Лопухина, целью этой притчи было несколько понизить сознание собственного достоинства среди апостолов и научить их смирению, дабы они не возомнили о себе много. Ведь если человеку, вчерашнему рыбаку, дается такая власть, что он может врачевать, изгонять бесов, легко превознестись над окружающими, не имея фактора сдерживающего гордость. Если заглянуть в контекст этой притчи, можно увидеть любопытные факты, касающиеся в первую очередь израильского народа. Согласно современным определениям, фарисеи – это религиозно-общественное течение на Святой Земле в эпоху Второго Храма, 515 год до нашей эры, около 70-го года нашей эры. Фарисеи, в отличие от саддукеев, элитарное жречество, которое ко временам Христа практически узурпировало власть, были более симпатичны простому народу и обыкновенные люди, те же рыбаки, из которых набрал себе учеников сам Господь, смотрели на них, как на помощников в изучении Священного Писания и руководителей правильной жизни. Первое – вследствие того, что Ветхий Завет был написан на древнем иврите, который уже во времена Ездры, около 520 года до нашей эры, был непонятен простым людям. Второе – потому что рядовой человек сталкивался с затруднением, как применять 613 заповедей в конкретных жизненных ситуациях. Итак, простой еврей искал помощи именно у фарисеев, и в их среде находились порядочные, высокоморальные люди. Гамалиил праведны, Иосиф аримофейский и Никодим. Но большинство представителей этого течения погрязло в буквоедстве и внешней обрядовости, в чем их неоднократно обличает Иисус Христос. «Горе вам, книжники и фарисеи! Лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи! Лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, Спаситель назвал телесные очищения комаром, так как они были маловажны и ничтожны, а действия, очищающие душу – верблюдам. Наружные очищения были предписаны законом только ради внутренних, ради милости и суда. А потому даже и в Ветхом Завете не приносили никакой пользы, как скоро оставались одни. То есть большинство простого народа во времена жизни Христа смотрело на фарисеев как на тех, с кого нужно брать пример в духовной и обрядовой жизни. И здесь возникает главное противоречие – подражать ли фарисею, ведущему себя таким образом, осуждающим ближних и возвышающим самого себя? Нет, и на это ясно отвечает Господь. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 2-3. Что мы сегодня можем почерпнуть из притчи о мытаре и фарисее? Это парадоксальное понятие божественного оправдания. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Оправдание, для которого не столько важны наши дела и поступки, сколько осознание собственной греховности перед Господом и смирение перед Ним. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok